Президент Российской Федерации Владимир Путин Что значит вы встали? А ну на колени перед руководителем великой державы! Президент Алжирской Народной Демократической Республики Абдельмаджид Тибун Мировые лидеры идут! Возрадуйтесь! Решаются судьбы человечества! Привет! Я Арсен Цымбалюк, ведущий 24-го канала и авторского блога под названием «Разбор помета». Сегодня мы разбираем события, произошедшие на так называемом Санкт-Петербургском экономическом форуме, также известном как самый масштабный ежегодный съезд африканских аниматоров. Земля, 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 земля. Это мероприятие в последние годы проводится с одной единственной целью, чтобы российская пропаганда смогла снять в одном помещении кадры с говорящим Владимиром Путиным и хлопающими ему людьми иностранной наружности. Но конкретно в этом году даже с аниматорами как-то не задалось. Ставьте лайк этому видео, если хотите, чтобы в российской пропаганде не получалось вообще ничего, а правду узнавало как можно больше людей. Ну и давайте начинать! Итак, как и обычно, главным событием на так называемом питерском форуме стало выступление Владимира Путина на панельной сессии. Или, как он сам любит изъясняться, на панели. Нас загнали, как называется? То, что на панели с ним соглашаются побывать только гости из Африки, Путина не смущает. Он с удовольствием вступает в прение с представителями Черного континента. Надеюсь, что и господину президенту тоже будет не безинтересно. Прошу прощения, если это в каких-то местах будет обращено исключительно к российской аудитории. Большие удовольствия Путину доставляют только прение с представителями Ближнего Востока. Ну, потому что у них денег больше. Здесь можно попробовать традиционное лакомство финики и побольше узнать о культуре и туризме. Но в этом году единственный высокопоставленный представитель Ближнего Востока, президент УАЭ, решил отказаться от чести выходить с Путиным на одну сцену. Он, как было официально заявлено, осмотрел вместе с Путиным эмиратский павильон форума, провел короткие переговоры и покинул эту богадельню еще до того, как Путин успел выйти на сцену. Нахаян не будет принимать участие в пленарной сессии, график ему не позволяет. Он уже покинет Российскую Федерацию, но к президенту Путину присоединится президент Алжира Тебун. И это даже при том, что самое высокое, самое главное здание в Эмиратах, легендарную Бурдж-Халифу, названную, кстати, в честь отца нынешнего президента УАЭ, недавно зачем-то подсветили цветами так называемого флага Российской Федерации. Что ж, видимо, для Арабских Эмиратов деньги вообще не пахнут. Но почему же тогда президент этой страны скоропостижно покинул форум? У меня есть версия. Дело в том, что аккурат во время переговоров Путина и президента УАЭ Нахаяна Россия попыталась в очередной раз нанести ракетный удар по Киеву. Он провалился. Все ракеты были сбиты, в том числе и шесть кинжалов. Но факт остается фактом. Россия во время приезда в Киев иностранных делегаций атаковала Киев. Так почему бы Украине не нанести ответный удар по Питеру? Но Нахаян, видимо, не в курсе, что Украина, в отличие от наших врагов, это цивилизованное государство, которое не стремится развязывать Третью мировую войну. Поэтому он решил улетучиться из Санкт-Петербурга как можно скорее. Вот такая вера в Россию и ее не имеющие аналогов ПВО. Ну и, конечно, на всякий случай напомню, что кроме президентов УАЭ и Алжира, от участия в питерском слете отказались вообще все приглашенные иностранные лидеры. В том числе и лидеры традиционно зависимых от России стран, например, Казахстана и Уганды. Ведь они прекрасно знали, что по приезде их заставят мало того, что позировать с Путиным, но и самое главное – слушать трехчасовую ересь бункерного маразматика. Ну, кому это понравится? Короче, уже почти все люди на этой планете поняли, что выгоднее один раз отказаться от российских денег, чем потом весь год тратить их на психиатра. Ты бредишь, что ли? Ты что, бредишь? Как в казино карты могут быть по-другому разложены? Вот и мы с вами сейчас не будем останавливаться на всей чуши, которая была произнесена на этом якобы форуме, а остановимся только на самых важных высказываниях бункерного деда. Как по мне, в этот раз важнее всего даже не то, что он говорил, а то, как он при этом себя вел. Именно на Питерском форуме Путин чуть ли не впервые в истории утратил контроль над собой прямо на публике и показал всем свое нутро, свои страхи и свои комплексы, которые так пытался скрыть на протяжении всех этих десятилетий. А вот это провал. Путин – это, конечно, не Штирлиц, но да, с точки зрения сотрудника спецслужб, в том числе и как бы бывшего, утрата самоконтроля – это именно что профессиональный провал, причем, возможно, самый страшный провал, который только существует в этой профессии. Это фиаско, братан! Ну а с точки зрения огромного террариума под названием «Российское государство», это означает только одно – вожак теряет хватку, и окружающие его опытные гады уже отчетливо слышат запах крови без пяти минут бывшего хозяина. Итак, вслушиваемся и всматриваемся. Война на Украине, на юго-востоке Украины была начата украинским режимом при поддержке их спонсоров на Западе в 2014 году. Ну это что, если это не война? Путин несколько раз подряд произнес то самое слово, которое после 24 февраля прошлого года запретил даже шепотом упоминать другим россиянам. То есть, по российским же законам, Путину светит до 15 лет тюрьмы. И тут только два варианта. Он либо абсолютно искренне забыл о тех правилах, которые сам выдумал еще год назад, либо прямо сейчас пытается их отменить. Но ведь, правда, сложно назвать спецоперацией то, что длится уже почти полтора года. И с путинской точки зрения может длиться еще много лет. Но факт остается фактом. Путин только что трижды нарушил российские законы. Поэтому, россияне, если вдруг увидите этого злостного оппозиционера и бунтаря на улице, немедленно задерживайте его собственными силами и скорее вызывайте полицию, а еще лучше сразу вагнеровцев. Пускай вершат то самое правосудие, которому их поощряет путинский режим. Противник пытается атаковать силами нескольких подразделений при поддержке пяти танков на запорожском направлении тоже при поддержке двух танков, нескольких бронемашин. Да-да, вы не ослышались. Верховный главнокомандующий так называемой второй армии мира, которого пропаганда еще недавно пыталась выставить как какое-то мистическое заоблачное божество, которое находится высоко над конфликтом и не опускается до обсуждения даже таких стратегических изменений на фронте, как Харьковское наступление или бегство россиян из Херсона, теперь пытается вычислять количество украинских танков в каждой отдельно взятой посадке. Ну и, конечно, он пытается представить это как великую победу российской армии. Ведь мало того, что врага мало, так он еще и терпит сокрушительное поражение. Но вот только с цифрами, как всегда, не складуха. Наступали украинцы всего лишь на паре танков, а потеряли целых несколько. Кажется, у Путина новый духовный наставник. Это Игорь Коношенков. Всего с начала проведения специальной операции уничтожено 444 самолета, 239 вертолетов, а также 10996 единиц специальной военной автомобильной техники. Да, ну что скрывать, украинская техника в ходе боевых действий размножается. Именно поэтому из 100 украинских самолетов было уничтожено более 400, а из одного зенитно-ракетного комплекса «Патриот» было уничтожено 5. Ну, послушайте, вот если мы под Киевом уничтожили 5 комплексов «Патриот», то что нам стоит уничтожить любое здание и сооружение в центре Киева? Ну, понятно. Но проблема-то в том, что по путинской же логике на месте этого самого здания сразу же должно вырасти еще 10 таких же зданий. Очевидно же, что загнивающий Запад не только поставляет Украине технику, но и делится знаниями в сфере колдовства. Это, кстати, был бы очень удобный для Владимира Путина выход из этой войны. Объявить ВСУ непобедимыми черными магами, у которых в ходе демилитаризации техника прибавляется. Допускаю, что процентов 50 россиян в это бы поверили. Гарри Поттер их обучал магии. Да, Гарри Поттер их там обучал магии. В общем, Путин уже во второй раз за неделю зачем-то взял на себя роль спикера так называемого Министерства обороны России и справляется с этой ролью примерно с теми же успехами, что и Коношенков. Я связываю это с тем, что Путин очень спешит объявить о якобы провале украинского контрнаступления, которое по-крупному пока еще вообще-то не начиналось. И Путин акцентирует при этом внимание на якобы потерях украинских войск. Ну а поскольку Путин не только нервничает, но еще и врет, он путается в цифрах и таким образом выдает сам себя. Дальше на форуме Путин берется за старое и пытается построить из себя великого историка. Просит Пескова показать пропагандистский ролик о якобы событиях Второй мировой войны. Но тут он палится уже целых два раза. Во-первых, обратите внимание на его руки. Дмитрий Сергеевич, я просил подготовить. Есть у вас на две минутки какой-то материал должен быть? Путин переживает, что в его бредятину даже из присутствующих международных аниматоров никто не поверит. Поэтому в якобы подтверждение своих слов он просит Пескова немедленно включить на весь зал псевдодокументалку, подготовленную Киселевым. Руки Путина в этот момент живут какой-то своей, отдельной жизнью. Сентябрь 41-го. В следующие 3,5 минуты собравшиеся слушают бредни о якобы зверствах бандеровцев, совершенных, как утверждают пропагандисты, 80 лет назад и являющимися отличным поводом для геноцида украинцев в 2023-м. Начитку пропагандистов, то есть закадровый текст, сопровождает видеоряд с изображением многочисленных жертв якобы украинских повстанцев, на который аудитория не может смотреть без содрогания. Но только посмотрите, какое удовольствие от этого сюжета получил Путин? Он смакует. От 80 до 100 тысяч поляков. Только с приходом Красной Армии многие палачи и участники Волынской резни получили заслуженное возмездие. Вот это бандера и его подручные. У кремлевского маньяка после трех минут непрерывной демонстрации мертвых тел настолько поднялось настроение, что он просто не в состоянии это скрыть. Вот это бандера и его подручные. Вот это те, кто сегодня являются героем Украины. И это те, кого сегодняшние украинские власти защищают и персонально, и их идеологию. Президент Российской Федерации просто расцвел. Как же с этим можно не бороться? Мы обязаны с этим бороться. Россия наиболее пострадавшая страна в борьбе с нацизмом. Мы этого никогда не забудем. Так что не стоит удивляться кровавой жестокости, которую в ходе этой войны демонстрируют российские военные. Все зверства, совершаемые россиянами в этой войне, это не перегибы на местах, о которых не имеет понятия тот якобы очень интеллигентный мужчина с хорошим чувством юмора, сидящий в Кремле. Нет-нет, это то, на что этот больной маньяк лично дает санкцию и что ему приносит удовольствие, граничащее с экстазом. Это существо, я напомню, начало де-факто править Россией в 1999 году, когда стала премьер-министром. Именно тогда, почти четверть века назад, Путин и приступил к зверствам федерального масштаба, сперва взрывая своих спящих сограждан в их собственных квартирах, а вскоре разжигая кровавые войны от Чечни до Центрально-Африканской республики. Ну а российский государственный аппарат просякнут этими зверствами даже не четверть века, а уже больше столетия, с тех пор, как к власти пришли дедушки Ленин и Сталин и создали ЧК, также известное как НКВД, также известное как КГБ, также известное как ФСБ, ни разу не пережившие даже попытки какой-то люстрации. Ну это я, чтоб на всякий случай напомнить, что с этим государством ничего хорошего происходить не будет уже никогда. Ну а теперь просто полюбуйтесь, насколько сам Путин удивился, когда после всего сказанного и сделанного им кто-то назвал его нормальным и более того даже хорошим человеком. И я делаю вывод из ваших слов, господин президент, что вы друг всего человечества, друг всех стран мира. Тут с Путиным не согласиться трудно. Заявление действительно неожиданное. Друг всего человечества, друг всех стран мира. Вы что, действительно так считаете? Правда? Ой, ну ладно, да, я такой, конечно, да. Друг всех стран мира. Да. После такой заявы господин из Алжира может рассчитывать на действительно щедрые чаевые. Правда, страна его, к сожалению, от этого только пострадает, ведь на настоящих экономических и политических форумах вряд ли кто-то будет бегать за товарищем Тибуном с просьбами сфотографироваться, поболтать и уж тем более создать какой-то общий проект. В то же время расстраиваться из-за такой действительно неадекватной публичной оценки действий Путина не стоит. Ведь он сам без промедления продемонстрировал, чего стоят слова президента Алжира. Комментируя вопрос ядерного разоружения, Владимир Путин перешел на дворовую лексику и дал понять, что не собирается ни при каких обстоятельствах делать этот мир более безопасным. И снова Владимир Путин не смог скрыть собственных эмоций. Только что он показал, что главной причиной развязанной им войны против всего цивилизованного мира являются его собственные психологические комплексы и детские травмы. Выругавшись в сторону сильных мира сего, он снова зарумянился. Понимаете, как у нас о народе говорят? А получив за это еще и аплодисменты от присутствующей массовки, Путин вообще расцвел. Апофеозом путинского саморазоблачения становится открытый акт нацизма со стороны российского лидера. Он, перекладывая ответственность за сказанное на якобы своих друзей, называет президента Украины сперва евреем, потом неевреем и, в конце концов, позором еврейского народа. Но как-то этого никто не хочет слышать, в силу того, что Зеленский человек с еврейской кровью. У меня много друзей евреев с детства. Они говорят, Зеленский не еврей. Это позор еврейского народа. Публика в восторге. Путин должен помнить, что еще год назад ему пришлось извиняться за подобную выходку своего нацистского халуя Лаврова, который назвал евреем Гитлера. Но то, что аргумент он выдвигает, какая может быть у нас нацификация, когда я еврей, я, если правильно помню, боюсь ошибиться. Но, по-моему, у Гитлера тоже была еврейская кровь. Стороны обсудили высказывание российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. Премьер-министр принял извинения президента Путина за слова Лаврова. Ну, видимо, закоренелая нацистская ненависть ко всему, что от него отличается, не позволила Путину сдержать эмоции, и он повторил ошибку годичной давности. Что ж, с удовольствием ждем либо новых унизительных извинений, либо поставок в Украину израильских оборонных систем для защиты от таких друзей еврейского народа. В любом случае, народу Израиля полезно знать, в какой стране находится главное гнездо мирового шовинизма на сегодняшний день. Рассказать вам анекдот про израильскую армию. Но самое интересное разоблачение Путина в дни так называемого форума случилось даже не на самом форуме. Дело в том, что приставленный к нему личный пропагандист Зарубин, ведущий программу «Москва-Кремль-Путин» имел неосторожность опубликовать так называемую закрытую часть встречи Путина с военкорами, состоявшейся накануне. Оказывается, там, в режиме «не под запись» обсуждался вопрос «Где залужный?» И посмотрите, как Путин трясется от одного только упоминания имени главнокомандующего вооруженных сил Украины. Глазки бегают, рот заикается, руки ломают ручку в стиле Януковича. Итак, какой главный вывод я делаю из увиденного и услышанного? Путин нервничает. И нервничает настолько, что уже не может этого скрыть даже на публике. Скорее всего, он и его обслуга теперь сделают выводы и снова надолго запрут деда в бункере, чтобы нагнать вот этот флер таинственности и непоколебимости, которым всегда якобы славился Путин. Но факт остается фактом. Дед поплыл и сильно переживает уже не о каких-то далеких перспективах, а о самом ближайшем будущем. Возможно, отчасти это связано с тем, что этот форум с точки зрения представленности на нем иностранных гостей полностью провалился. Возможно, на состояние Путина повлиял тот факт, что он стремительно теряет позиции внутри самой России и уже сильно проигрывает по популярности другому террористу и нацисту Пригожину. Но точно можно сказать, что главная нервотрепка для Путина – это наступление вооруженных сил Украины. Давайте зиму наступлению поможем. Вот QR-код, а в описании к видео ссылка, перейдя по которой, вы сразу же попадаете на сайт фонда 24-го канала и буквально в 2-3 нажатия донатите ту сумму, которая для вас комфортна. Помните, что важна каждая копейка. Главное – донатить постоянно, донатить пускай по чуть-чуть, но каждый день. Ну и конечно, важно делиться этим и другими роликами с разоблачением российской пропаганды со своими друзьями, знакомыми и близкими. Подписываться на меня в соцсетях и на ютуб-канал 24-го, а также на канал «Разбора помета» по активной ссылке, опять же, в описании. Оставленный тут и там колокольчик – это залог того, что следующие выпуски вы точно не пропустите. А это важно в той лавине информации, которая с каждым днем становится только больше, в том числе и та лавина, которую мы наблюдаем на ютубе. До встречи в следующих выпусках. Слава Украине! Залужный, сырский, танцюра, а теперь еще и буданов. Россияне запустили фейки о ранении и даже ликвидации нашего командования. Но и здесь пропаганда опозорилась. Некоторые представители нашего экспертного сообщества ну до таких фантастических версий додумались. Ну просто вот мороз по коже и волосы дыбом. Приветствую! Это «Осторожно, зомбоящик», меня зовут Анастасия Норицына. И сегодня вы узнаете, что на самом деле с заложным и будановым и почему их здоровье так беспокоят россиян. За поребриком все стабильно. Российские пропагандисты продолжают плодить и распространять дешевую дезинформацию и фейки. И если несколько недель назад они похоронили заложного… Главкома ВСУ заложного не видели с конца апреля. Возможно, как пишут многие, он был ликвидирован. То сейчас уже очередь дошла до руководителя украинской разведки Кирилла Буданова. И молния от агентства РИА Новости. Глава ГУР Буданов был ранен 29 мая во время удара вооруженных сил России по зданию его ведомства. Ракета попала в соседний кабинет. После ранения Буданова эвакуировали из Киева на польскую базу в Жешев, оттуда специально прилетевшим бортом ВВС США в Рамштайн. Буданов с ранением находится в госпитале Бундесвера. Есть данные о его тяжелом состоянии. Главная интрига удивительная. На РИА Новости появилась информация о том, что глава украинской военной разведки Кирилл Буданов после ранения находится в тяжелом состоянии в госпитале Бундесвера в Берлине. Вот именно эта фраза в госпитале Бундесвера. Слово, по-моему, очень нравится журналистам. Бундесвера. Просто в госпитале военном. Примечательно, что Буданов действительно не появлялся на публике с 29 мая. За одним исключением. Министерство обороны Украины на прошлой неделе опубликовало пропагандистский видеоролик, где он, понятно, был посвящен контрнаступлению. Давайте, давайте. Вот там глава украинской разведки молча сидит в своем кабинете и кивает. Информация об очень тяжелом ранении Буданова – это очередной фейк российских СМИ. В украинской разведке его уже опровергли. Представитель ГУР Андрей Юсов подтвердил, что глава ведомства в порядке. Он весь в работе, огромное количество задач. Но ведь пропагандистам только дай повод. Смакует этой темой так, аж слюнки текут. Кстати, заложенного никто не видел. А Буданова? Вот они где-то вместе. Теперь выясняется, что Буданов, судя по всему, в Германии лечится. Удар-то оказался более чем серьезный. Так что, б***ь, конечно, еще пока жив. Но истерика-то там очевидно пошла. То есть они вдруг поняли, что все, шутки кончились. Что теперь уже никаких гарантий безопасности никому нет. Такая позитивная новость о том, что, судя по всему, Буданов, руководитель ГУР Украины, в тяжелом состоянии доставлен в госпиталь Германии, в Бундесвер, говорит о многом. Я думаю, что наконец-то принято политическое решение о нанесении ударов по центрам принятия решения на Украине. Есть хорошие новости. Немножко, но хорошие новости. То есть вот этот *** больной, который абсолютная маньячела, которая стояла за убийствами и Даши Дугиной, и Владлена Татарского, и за покушением на Захара Прилепина, за покушением на всех журналистов. Вот это вначале была история с правовым сектором. То есть за подрывом Крымского моста, за всеми терактами, которые здесь проходили, осуществлялись, то есть за вербовкой людей. Ну, то есть, по крайней мере, вот этот вот пирожок себя выставлял лицом украинского терроризма. Вот сколько ныли, 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 ныли и наныли на то, что прилетело в соседний с ним кабинет. То есть, наверное, как-то немножко чуть-чуть. То ли ему повезло, что он в соседнее здание, в соседнюю комнатку зашел, то ли ракета, может, от курса отклонилась. Но у вас какие эмоции, чувства, когда вы слышите о том, что Буданова немножко поджарили? Печаль. Печаль, что немножко. Печаль, что в следующий раз надо две ракеты тут посылать, чтобы наверняка, чтобы аж дым шел. Да, так говорят только настоящие террористы. Подтверждений и доказательств их словам, конечно же, нет. Ну а зачем? Русский народ и такое схавает. Но даже среди огромного пула экспертов есть те, кто не доверяет озвученному бреду. Ну вот, пишет Саш Коц. Справедливо пишет. Я бы не торопился утверждать, что Буданов действительно тяжело ранен и находится в Германии. В конце концов, совсем недавно появилась информация о трепанации черепа залуженного. Ну что, как думаете, Буданова грохнули или нет? Или так, проброс для того, чтобы мы порадовались? К сожалению, я думаю, что не грохнули. Очень хотелось бы, чтобы это так было. Но что-то мне подсказывает, что вряд ли. Буданова вообще, на самом деле, человек достаточно переживающий за свою пятую точку и, в целом, за свое, так сказать, здоровье. У него там постоянно антидоты. Думает, что его отравят. Думает, что, как говорится, с ним что-то сделают. Вот поэтому, возможно, он пытается как-то залечь на дно. Возможно, даже ничего вообще с ним не случилось. Ну, опять-таки, это мы гадаем на кофейной гуще. Если действительно прилетело, то молодцы те, кто отработали. Единственное, конечно, не совсем оценка на отлично, потому что не доработали. Но что-то, я говорю, мне подсказывает, что, скорее всего, с ним все плюс-минус в порядке. Вот с залуженным там информация практически сразу была о том, что у него контузия, еще что-то там. А тут, в данном случае, я думаю, что, скорее всего, это какая-то очередная спецоперация, спец какая-то там, которая должна ввести то ли нас в заблуждение, то ли самих украинцев. Тут уже я не знаю. Ну, и я тоже, честно говоря, в общем, крайне скептически прочел эту новость. Да, то есть оно, по идее, должно порадовать. Но в таком случае покажите сначала, как известно, голову, тогда мы поверим. Вот. Нету тела, нету дела. А вот что с залужным-то? А где товарищ Залужный? Или пан Залужный? Вот ему интересно, как гармонично, когда его называют пан Залужный или товарищ Залужный? Ну, я, честно говоря, не знаю. Они, на самом деле, оба, два русских мужика, которые стали по гендеру украинцами. Я уже не знаю, как там правильнее сейчас говорить в Европе у них. Вот. Вопрос заключается в том, что нас особо, особо, вот честно, волновать, где там они находятся, не должно. Правильно. Вас не должно волновать, где Залужный, где Буданов и все военно-политическое руководство нашего государства. Потому что они занимаются делами, приближают нашу победу. Но фейкометы на то и фейкометы, чтобы распространять ложь. Их маразму нет предела. Оказывается, это Зеленский убрал главнокомандующего. Елена Лазаревна, во-первых, что ваши, может быть, какие-то источники говорят, насколько Залужный жив, не жив, полумертв и так далее. Жив, бодр. И вы же нам всегда говорите, почему я у вас, собственно, спрашиваю, что Зеленский так дюже Залужного не любит, что был бы рад как-нибудь его уж убрать, потому что американцы пытаются вместо него Залужного посадить. Вот все это как-то можете объединить? Залужа достаточно самостоятельная фигура, которая очень может стать кандидатом в президенты Украины. А учитывая, что все больше сообщений о том, что американская сторона и европейская также требуют от Зеленского проведения выборов, то, конечно, Залужный может стать контурентом. Хотя сам он заявляет о том, что он занят совершенно другими делами. А вот эта история с исчезновением, она инициирована действительно какими-то проблемами со здоровьем? Да все у него хорошо. Или офис президента и террориста сказал, что из медиапространства вообще что-то тут не было? Вопросы как раз с этого берега идущих. Залужный находится в Киеве. Он взрыв здоров. Он действительно работает в составе специальной группы над вопросами формирования стратегии контрнаступления. Вот говорят, генерал Залужный исчез из публичного поля, пропал с экранов радаров. И по этому поводу некоторые представители нашего экспертного сообщества ну до таких фантастических версий додумались. Ну просто вот мороз по коже и волосы дыбом. Вот. Даже не хочу повторять, поскольку значит это выглядит ну совершенно из ряда вон. Что на самом деле происходит? На самом деле, видимо, подготовка наступательной операции вступила в завершающую фазу. Генерал Залужный в настоящее время работает в войсках. Потому что это не только касается залужного, это всех наших военачальников касается. Очень важно все-таки, когда готовится какое-то мероприятие, ну все пощупать своими руками, увидеть собственными глазами, поговорить с командирами на уровне рот батальонов. Но главные рупоры Кремля этого воспринимать не хотят. Они так боятся нашего руководства, что прямо в эфирах призывают всех уничтожить. Все зависит от того, насколько долго проживут лидеры этой страны. Зеленский, Буданов, Залужный, Подоляк, Сырский и вся эта публика. Я считаю, абсолютно адекватно на сегодняшний момент, после тех заявлений, особенно вот сегодня Подоляк сделал заявление, одна из главных наших задач... А вы, как представитель силового ведомства и опытный разведчик, скажите нам, почему до сих пор этого не делается? Точечные удары по лидерам. Во-первых, сначала мы соблюдали все правила ведения войны. Это раз. Второе, мне кажется, уже делается. Сначала Залужным были проблемы, теперь проблемы с Будановым. Я думаю, что вопрос времени. Не надо забывать, что они, конечно, тоже себя соответствующим образом стараются обезопасить. А с Зеленским вообще, я так понимаю, работают и американцы, и англичане, которые используют все системы безопасности и защиты. Ничего, он ходил по Херсону вот несколько дней назад. Несколько дней назад. Ну, в любом случае, такого рода удар должен быть каким-то образом подготовлен. А я напомню, как Скобеева просила бить по Херсону. И именно в тот день оккупанты обстреляли не Зеленского, а эвакуационный маршрут с гражданскими людьми. Посмотрите, как пользуются нашей добротой. Чего мы такие добренькие, я не понимаю. Как пользуются нашей добротой режим Зеленского. Они приехали в Херсон, я не знаю, сегодня ли, накануне ли. Скорее всего, накануне, постфактум, опубликовав эти факты, эти видеокадры, ввиду того, что ему нечего опасаться, он прекрасно понимает, что они долбят по нашему берегу, а мы удары по мирному населению не наносим. Огромное количество жертв терактов и пострадавших людей, я думаю, со мной согласятся. Надо его ликвидировать, во всяком случае, когда он подходит так близко. Страх потерял. Это плохо. Вы действительно думаете, что если ликвидируете Зеленского, то спокойно зайдете в Киев? Вы действительно уверены, что если не будет Залужного, наши военные уйдут с фронта? Вы и правда считаете, что если не станет Буданова, Малюка, то на российских территориях не будет хлопков и не будут подрываться пропагандисты? Вы очень сильно ошибаетесь. Я все равно предлагаю с Буданова начать. Информация-то интересная. Сколько просили. Ну, может, вы ударите по нему. Ну, вот он там ходит такой. *** маленький. Ну, может быть, это... И вот что-то пришло. Вы знаете, при всем моем аларнизме я против того, чтобы уничтожали руководители различных силовых ведомств. А почему? Чтобы уничтожали Зеленского. Тоже уже требуют бухгерсовывания, напрямую наводку. Потому что это не принесет нам ощутимой пользы на полях сражений. Мы сейчас видим, да, Залужного отстрадет, вместо него воюют другие. Кто-то скажет, что воюют хуже. Ну, не знаю. Я с первого дня специальной военной операции нахваливал Залужного как умного, образованного генерала, как раз рассчитывая на то, что меня подхватят. И вот так захвалят, что Зеленский самого задвинет. Нам не нужны хорошие генералы. Ну, хорошо, мы уберем, убрали. Я думаю, что это правда. Убрали Буданова. От этого перестанет работать ГУ? Нет, не перестанет. На самом деле мы создадим себе огромную проблему. Огромные проблемы вы уже создали себе, вашим детям и внукам. И чем дальше, тем их будет больше. Подумайте об этом. А по поводу фейков, роспропаганды, то они были, есть и будут. СБУ предупреждает, что российские спецслужбы готовят новые провокации в отношении представителей Сил обороны и безопасности Украины. Цель таких и ПСО – деморализовать украинское население и защитников. Поэтому будьте бдительны и критически относитесь к появлению подобной информации. Это был Осторожно, Зомбоящик. Смотрите нас, подписывайтесь и распространяйте это видео, чтобы больше людей уберегли себя от кремлевских фейков. До встречи.